Рыхтываться до проведения фестиваля у Ветца подчалейшая учора, а для основной работы разгорнулись осенья, починающая от установки гонлевых родов до монтажу белорусской и российской экспозиции. У Вогуле практически все основные мероприемства будут проходить по периметру Ветковской червоной площади. Тут же будет находиться и головная плясовка славянской едности. Головная сцена фестиваля у Ветки привезли с Гомеля. Весь монтаж занимает около 8 годин. Это складанная и литеральная нелегкая конструкция. Сама сцена, например, тважит 5 тонн, экран 1,5 тонны, а еще тонны 200 килограммов, пропадает на шматрикые колонки. Колонки – особливый гонор организаторов. Это новая серия акустичных систем. У Беларуси такого обстреливания по кульнима больше нигде. Якость гуку имеет тем больше важное значение, что именно на этой плясовце завтра в 11.30 хвилин отбудется урочистая открытие с встречи для легации програничных областей. На протяжении дня тут же отбудется концерт молодежных коллективов и показ моды. Что-то из-за инших плясовок, которые начнутся прозвать из 9-х годин, то их некольки. Выставы сукетия Ромёстов, назад ОСССР, моя малая родима и плясовка военной техники, которую представить в КОП военно-историчной реконструкции Гонор-Мундиру и Областный музей военной славы. Наш проект из двух частей состоит. То есть это наши образцы вооружения, пушки, автомобиль, ну и плюс некоторые единицы оружия. И помимо этого будет выставлен еще наш плоскостной материал, выставка «Маршал и Победы» о Георгии Константиновиче Жукове, Константине Константиновиче Рокоссовском, которые имеют непосредственное отношение к нашей Гомельской области. В Свято-Приображенский собор есть еще одна кропка на карте международного фестиваля. У 10-1.50 хвилин тут отбудутся молебен и у складания кветок, допомни к оттененным вёсткам. Обрачатого в рамках фестиваля плановится заденечить так само все спортивные объекты города. У детячей юнацкой спортивной школы пройдет белорусско-российская молодежная спартакияда. Креста-пятидесяти удельников во взрослые от 18-ти годов поспорчаются за узнагороды в игровом спорте, волейболе, баскетболе, мини-футболе. Спортсменам молодшего взрослого примет ветковский бассейн. У нас в этом году будут новинки. Мы в этом году включили плавание в связи с тем, что в ветке появился замечательный плавательный бассейн. И мы предложили нашим коллегам выставить спортсменов. Это будут начинающие спортсмены ТГ 3-4 года обучения на дистанции 25 метров. И это вид, который впервые будет на спорте, дружба использоваться и проходить. А также в этом году мы попробуем по-другому провести соревнования по волейболу. В связи с тем, что замечательная площадка есть пляжного волейбола, мы проведем в этом году пляжный волейбол. Они, как всегда, традиционно это был зальный волейбол.